Хай! Привет, крикуп! Привет, рудвк22! Новичок! Привет! Музычка на фоне. Нам, наверное, не слышно, да? Так вот, у биткомидиана был видосик, который скрыли. Сюрприз, сюрприз, ублюдки! Привет, барон! Так вот, был видос, который забанили, заносили над детьми, кажется, из-за какого-то там фрагмента. Вот, надеюсь, ничего такого. Да. Ну что, пришли все? Готовы? Готовы к моему ужасному микрофону и отвратительному голосу? Надеюсь, готовы. Кайного серия? Третий? А-а-а! Мало. Раньше было больше. Заново-заново придется набирать. Жабка. Просрал все. Ну, бывает, бывает. Проспал. Спокойно, течки. Седьмой стрим, барона. Па! Ну что, что, все, пришли. Кто пришел, тот пришел. Кто не пришел, тот опоздал. Да? Я поставила на максимум звук. Надеюсь, все нормально. Могу и тут тоже поставить. Привет, новичок в чате. Роман Санмов. Хай. Правда, Новый год уже прошел, Нолан? По-моему, это Дед Мороз. Он киноподарки нам принес. Не работает, привитус, в смысле? Только что же работала. Фильм, который я обозреваю, настолько ужасный, что даже YouTube кадры из него воспринимает как угрозу ментальному здоровью. Первый раз более чем за десятилетнюю жизнь канала обзор был забанен из-за кадров детского фильма. Не повторяйте показанное, не снимайте подобное, смотрите максимум обзора на такое. Сам обзор был немножко переделан и дополнен. Оригинальную версию можете увидеть на моем сайте или в телеграм-канале. Приятного просмотра. Я не буду смотреть. Мало ли, еще меня забанят. Мандарины, оливье, сказки, песни и, конечно, новогодние... Перезаряжаются. Традиции появлялись, дополнялись и менялись с течением времени. Пока на Западе пересказывали рождественскую историю Диккенса, в том числе и... А, 11 минут. Реально перезаряжаются. От правоверного Рождества отказались. Там теперь справляли... Чтоб не вспомнили, наверное. И традиции только появлялись и закреплялись. И именно рассказ Чук и Гек Гайдара можно отнести к кирпичику в основании празднования Нового Года. Привет! Рассказ экранизируют через десятилетия. В то время как в США... Бали Раш. Татус. И вместо развественской песни будут показывать фильм «Это замечательная жизнь». С тех пор регулярно повторяемый по ТВ в период торжества. Согласны? Узнали? Да. Экранизация же Чука и Гека столь культовой не станет. Тем не менее... Я вообще ее не помню. Кто-то Чука и Гека помнит? Я вот прям... Отдаленно только название помню. Странный выбор. Конечно, старый обзор. Об этом гораздо веселее были. Но вы мне не их скинули в предложечку. Я посмотрела то, что актуально. Я помню только название. Ну да, что-то прям... Только после нее будет «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы», «Один дома», «Елки». С Новым Годом! Тереть тебе, подарочек. «Елки обосраны», «Ирония судьбы уничтожена», «Джентльмены удачи за помойной». Блядь, конечно, теперь съемки фильмов я не могу. Почему он синий? Типа «Аватар». Господи. Ладно. «Один дома зашкваренный на западе и у нас», «Карнавальная ночь унижена» два раза подряд. О, боже. В фильме с плясками ОМОНа. Когда роняю... Типа «Джентльмены удачи на песок». А! Как вы были задержаны? Блестяще. Технически три раза, если считать тот фильм с Ельциным. Давай рассмешим всех россиян, понимаешь, пока не можем дать им заработную плату. В отличие от зарплат россиян, там в их канале... Понька работает. Вообще не смешной. Проверил. Последним нетронутым бастионом новогодней классики оставался забытый многими детский рассказ «Чук и Гек». Ну а теперь настало время обгадить то, с чего Новый год у нас в стране начался. И стоит сказать, экранизация впечатляет прямо с начальной сцены. Она, конечно, красивая, но... Чё автор ей хотел сказать? Я залипла. Я бензодиазопиновый наркоман. Дело в том, что это не титры, это сцена, которая не нужна, но существует. Как, впрочем, и сама экранизация. Ну, типа по-новогоднему. Бытие по фамилии Серёгин, бытие которого описывается следующим образом. Главной роли Рутгер Хауэр. Арктическая... Да, блин, закройся. Выехать из тайги, где он работает геологом, Серёгин не может, а поэтому зовёт к себе в гости жену и двух детишек. Старшего зовут... Дима! А младшего... Дила! Точнее, Чук и Гек. Они и будут главными героями фильма. Детишки, они озорные, живут вместе с матерью в Москве. При этом мать не боится брать их в сервер. Я бы не радовалась таким именам. Самое лучшее место в зале. Стопать на место. И мамина. Твою мать! Казалось бы, нормальная экспозиция, хорошие актёры и даже Мадьянов не орёт потным и пьяным. Фанаты творчества актёра... Сорян! К тому же... Эээ... Рут, Кер, Хауэр, эпический актёр ещё был. Не знаю, кто это. Тимон! Я тоже не знаю, откуда это всё. Ничего не знаю, блин, капец. Декораторы и художники по костюмам таланты. Каждый кадр буквально открытка. А режиссёр Брестскую крепость снял. Все ингредиенты хорошего фильма на месте. И тут сценарист такой. Сказать можно? Да, конечно. Зайчик, иди, погуляй. Это оригинальный звук? Жива, это вечеринка отстой. Я, бля, ненавижу этих людей. Это оригинальный звук? И выверенную историю Гайдара с вами заболняет результатных трипов и галлюцинаций. А это чё, обзор на русский фильм? Типа, типа. Привет, колобочек. Странные видения, неожиданные приходы, пугающие кровавые зубы, огромного синего зайца. Прёт, 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 да! Синий, жёлтый, розовый. Офиг, братан. Неси любой. Кроме этого, добавляются персонажи, коих не было в оригинале. Например, сосед и соседка. Их полноценно вводят в сюжет, ознакомят со зрителем. И после пяти минут общего экранного времени, они исчезнут навсегда. А зачем они? Ну ладно. А, поняла, чтоб мы типа поржали. Рад сенпай. Сенпай. Ой. Хайплот. Хайплот. Мы никто кученик этому не произносит. Я буду первая. Тут надо быть идиотом, чемпионом. Бессмысленная поездка в никуда начинается. И если в оригинале путешествия по стране была пропагандой индустриализации, переосмыслений оно же пропагандирует аборты. Ведь Чук ошибается номером купе. Ага. Надо еще меня в нарезку доставить. Ой, да, доставить. Достать, где я с котами ору. После 24 часов стрима. Кутика жалко. Это реальный кот был какой-то? Я морально готовилась к этому. Только посмотрел, как Нинора нахуе крутит хейтеров. Просто топ. Спасибо. Спасибо, я старалась. Я собрала всю свою злость в кулак. Заметно очень. Так что я сегодня тихая. Извините нас. Простите нас, граждане. Простите. Кончилось. Да я нахват, блядь, на этого маленького ребенка. Ну ладно вам. Вы еще на губ вахту его посадите. Я вам продемонстрирую, что такое, блядь, рейверские вечеринки. Через несколько дней герои добираются до тайги. И естественно, на одинокой станции их никто не встречает. Папа. Не знаю я никакого папы. Я сам себе и папа, и мама. Трансформеры, трансформеры. Я не понимаю даже, что это такое. Понимаете? Про сожженную телеграмму отца Гек не рассказывает и в этом случае. Ведь будучи... Спасибо, Аза, подписочку. А ты был не подписан? А как ты тогда меня до этого смотрел? Спасибо, сенпай. Маленьким братом и матерью в поездку через тайгу зимой звучит... Как охуенная идея! Бородатый папа-мама везет героев. Они ночуют в сторожке по пути и только на следующий день попадают на геологическую... станцию, ждут до ночи сторожи и выясняют то, что было написано в телеграмме. Их партию срочно перебросили на Дальний Восток. Сам телеграмму вам отправлял. Я получила телеграмму? Нет. Прочим принять ему жить в детский дом, применять к нему самые жесткие и суровые наказания. Не надо так говорить. Почему? Это жирова. Я прибыла на станцию. В переосмыслении автора решили добавить элементы погони. А поэтому... Неологи завтра к заимке выйдут. Там и за ночью, и тут загородят. Почему не на собаках? Блин, было бы так классно с собаками. Разминулись. На тропе, которая в зимней тайге связывает станцию и сторожку. Это не ваши снежные дороги. Их немного, ей богу. Я думал, что не так с этой карточкой? Естественно, единственный, кто способен давнуть геологов, это сторож. Но для этого ему нужно оставить героев один на один с тайгой. Дед, продай ружье. Миллион. Неси. Снимайте сприт до хранителя. Держи. Дети. Не останавливай их. Может, фильм быстрее закончится? Ну все, пора торопиться. Как вы без ружья? Меня тут все медведи знают. Блядь! Пока безоружный сторож жизнью рискует, герои зря времени не теряют и наряжают новогоднюю елку. Посмотрите, блядь! 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 Все, я не могу... Ты напугала меня. Спасибо. Спасибо, Зав. Еще одно напоминание. Папа! Стой, а вдруг это не человек? Вам, блядь, повидка. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. На самом деле в дверь ломится окровавленный сторож, который в лесу встретился с медведем и, естественно, без ружья схватку ему проиграл. Этот ужас наталкивает малышу на мысль, что хорошо бы оставить беззащитных детишек и умирающего сторожа, а самой в одиночку пойти в тайгу. Я должна пойти за отцом. Они на заимке только до утра. Я успею, если пойду сейчас. Пешком! Через лес! И пусть меня там волки сидят, дуру неадекватную! И она идет ни по лыжне, ни по тропке. Она идет тупо в тайгу, где нет следов. Мама, подожди! Че ты обахуешься? Ты ружье забыла! Да забей. Оно не поможет прям морожить. Если она встретит медведя, то, видимо, приедет Рома-зверь на буй. Подожди-ка, а почему медведь зимой не спит? Клип подшаманит сход, развал зверюги, как в клипе, где снималась актриса... Судительный фильмец. Это пиздец. Его знали, это медведи. Ай, блядь, сука, ну! Если честно, этот фильм для детей весьма зловещий. Особенно, если они осознают, что именно хотят волки. Давай мясо! Ощущая, что 50 килограмм мяса матери, целой стаи волков будет мало, довеском в лес отправляется Чук, которого буллет... А это было всё в оригинальной истории, просто? ...деревья. Следом за Чуком выходит Гек. Тоже один, тоже ночью, тоже в лес. Ребятишки приехали и самоубиваются на свежем воздухе. О, боже, это всё объясняет. Но Чук и Гек, хотя бы умнее матери, идут не по голому снегу, а по оставленному... Так нет, вот это вот всё, что там, пацаны там, вот это, и потом мать ушла. Или это всё надумано? Из игры тронов? Я такой не знаю. Что, впрочем, не спасает от опасности? Пацаны были. Всё. Ура! Подписочка на Бусти. Я так рада. А, ну слушай. Спасибо, мистер Валера. Спасибо. Надеюсь, тебе понравится контент. Ой, напугал. Ох, пожалуйста. Привет! Привет! Сокуяхоти. Надеюсь, я прочитал первый раз правильно. Самоинтересно. Окей. Нет, Гекки на деревьях. Там, если что, можно просить контент. Там. Меня никто просто не просит, я напоминаю, там можно попросить. Рад видеть. Нет, все эти взрывы не вьетнамские флэшбэки. Их создаёт игру... Есть такое интересное. Ну да, да. Оставил, но которая ожила и теперь общается с ним и помогает... Это была фотка этого бедкомедиана. ...браться ему сквозь чащу леса. Седьмой стрим. ...маму пошёл искать, а не закладку. Причём зрителю дают понять, игрушки оживают не по-настоящему. Казалось бы, это просто детское воображение, как в фильме «Мост в терабитию» или «Голос моря». Какой милый зайчик. Нет, видно, как воображаемые существа влияют на реальный мир. Короче, даже я, казалось бы, человек, который понял фильм «Джон Уик» и «Команда», ни черта не понимаю тут. Ну, сказочка-то никакая. Зайчик, мне кажется, я боюсь. Твою мать, знаете, я тоже боюсь. Эээ... Блять! Су-ка! Нахуй я сидела себе смотрела! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ...преодолеть Гекку зимний гром с молнией и перебрасывает пацана на противоположный берег, жертвуя своей деревянной жизнью. Вот и слава! Ну, иди отсюда! Но со сложностями сталкивается не только Чук, но и его брат... Блин, конечно, всё, вот это вот монтаж странный, сюжет непонятный, но мне нравится, как лес снят. А это оператору 10 баллов. ...преодолеться, который шёл по следу. Ха! Найс отсылка. В чём дело? Жизнь перед глазами промелькнула. ...эррр... ...то, конечно, совсем не агрессивно. Бcesso! Охо-хо-хо! А где он? Смотри, они хвостиками меляют. Это же праздничное кино. Можно хотя бы немного связать его с Новым годом. ...эррр... 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 ...эрррр... Страшно, наверное. Он на заяце сидел, но он маленький заяц. Живон был слишком молод. Кто? Я не поняла. Заяц втенок. И да, это действительно проект для детей, которые показывали в кинотеатрах. И до него я думал, что проекты фонда кино на дне. Теперь я думаю, что... Наверное, авторы имели в виду, что главный герой просто купается, ведь он приехал из Москвы. А, он не под водой. Ну, наверное, они захотели издеваться над пацаном или что? А значит, уже успел закалиться во время отключения отопления в лютые морозы. Я пропустила что-то. И можно сказать, что он успел закалиться. Он пытается сейчас зацензурить этот кадр из фильма, типа, чтоб не забанили. И можно сказать, что он нашел хату на Новый Год. Как и его брат, обнаруживший местечко с неплохой мебелью, которую уже начал обживать. Или покажите коммунизм, или идите нахуй. Да, вы правильно поняли. Это оживший солдатик Чука, который... Что, будете знать, что... Только реальная жизнь. Что такое, наверное? Ты, наверное, ты девять слетел. Тащат последнего через поля к волшебной пещере. Хотя, на самом деле, все это просто снится пацану, который решил передохнуть на снежном покрове, укрывшись белоснежным покрывалом. На всякий случай, в оригинале, городские дети не бродили по лесу и не купались в проруби. Потому что... А чё... А чё там было? ...что описание последствий этого не только блокирует ролик на Ютьюбе, но и поднимает вопросы. Вы чё вообще снимали? Чукубек, слоган которого пункт назначения счастья. Слоган этот не случайный. А, двигайся. Пункт назначения счастья. Реально? Это реальный кадр из фильма? Вот этот. Эффект, конечно, забавный. Намотала несчетное количество кругов, но так и не нашла геологов, поэтому вернулась обратно в дом. Где дети? Отпусти и забудь, что прошло уже... Чё смотрите? Обзор быт комедия на последний. Рэд. Но никто матери не отвечает, потому что Чук... Я рыбокурный. ...видится ему, как он отдыхает. Славно. Именно в этом сне внутри сна и появляется персонаж из сказки «Хозяйка Медной горы». Авторам было мало запомоить одно произведение. Картинка вроде красивая. Не, я говорю, лес красивый сняли. ...разочный образ горного духа, что владеет сокровищами земли... Ну вот это так себе, ну ладно. ...это знаменитый уральский сказ написал... ...это... ...это... ...как его... ...бажанов, баклажанов, или как... Это... Это реальные кадры с телека? Это... ...поупал, поупал телек по качеству. ...фамильный... ...вот... 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 ...как... ...как... ...башу? Павел? Это отдельное произведение... Это я на уроке старых. ...хозяйка Медной горы, что всячески искушает главного героя, но тот остается верным своей невесте и отказывается от всего, включая сокровища. Более того, он выполняет просьбу горного духа и уходит победителем. В конце этой сказки герой женится на невесте, делает детей и умирает от тоски. В нас всех таится такая житейская... ...непоколебимая уверенность, что всё изменится. Сказки должны готовить детей к взрослой жизни. Эту сказку на... Но, кстати, да, все сказки о том, что пойдёшь туда, тебя съедят, пойдёшь сюда... Спасибо. Так вот, сказки, они созданы для того, чтобы предупреждать детей о том, что... ...в лес уйдёшь, вздохнешь. В этом смысл. Так что, в целом, да. Сильно запихнули в реалистичную, в общем-то, чука и гека, естественно, переосмыслив на свой лад. Теперь хозяйка Медной горы это мама героя, которая оживляет новогоднюю игрушку, которая и предлагает герою сокровища и себя. А ты бы остался со мной? А-а-а... Два ребёнка сейчас родят под ребёнка? Чё-то отказывается от всех искушений, говорит, что хочет увидеть лиславных. За что получает в награде магическое камень, который позволяет ему посмотреть на плавающего брата. Чего, блядь? Это странно. Под ключ. Настолько плохо прописанные персонажи вообще не тонут. То, что так называемый кек просто способен на несколько часов задержать дыхание, вы уже поняли. Тем не менее, что может поднять его с глубины? Что? Ну чё, как мы поплавляем? Волки у проруби уже не дежурят. Они устали ждать. Как это? Идёт сушить одежду у организованного коста. Будучи мокрым в лесу зимой разжим. Как? Чтобы у вас не возникало никаких проблем с разведением костра в зимнем походе, я рекомендую брать с собой газовый баллон и, естественно, горелку к этому баллону. На этом же костре... Я в охоте. Оригинальные сказки так вообще говорят детям, что они сдохнуть могут. Но да, только немножко завуалировано. Они говорят, ты пропадёшь, тебя съедят, тебя сожгут. И забирается на дерево. Как правило, угнаться за ней не получается. Ладно? Он хороший. Малой вообще рамбо. Гек сжигает карту, ведь для поиска брата в заснеженной тайге она не нужна. Нужно, чтобы... Наитие такое появилось. Чук. Чук. Миленький, прости. Чук. Чук. Вставай. Чук. Чук. Стоит сказать, что кадры, где ребёнок лежит, заваленный снегом, действительно могут ше... Любовь! Да. Суки! Но тут не любовь, тут сказка. И, скорее всего, именно за них обзор и забанили. Кстати, знаете, что ответил ютюбу сценарист из фонда кино, который и придумал эту сцену? Вы что думаете, что у меня холодно? Вам холодно, а мне нет. Я по яйцам в холодной воде ходил. А-а-а-а. И Чук не замёрз, ему просто не хочется вставать, и он бы поспал ещё маленько, но брат заставляет идти, и перед героями... Что это было вообще такое? Сука, нихуя себе, мы где? Ты чё кричишь-то? Мы в лесу, Вань. Напоминаю, герои хотели догнать геологов, и шансы у них ещё есть, так как за геологами пейзаж не меняется два дня подряд. Потому что это одна и даже заходка с разных ракурсов. Либо геологи попали на закреженную беговую дорожку и топчутся на одном месте. А значит, чтобы их догнать, осталось лишь преодолеть реку. Два шага я на том берегу. Но благо герои хорошенько поспали под водой на морозе, а поэтому с лёгкостью выбираются и направляются на волков. А чтобы избавиться от волков, всего-навсего и нужен обычный советский волкобой. Да, вы правильно поняли. Чук фонариком и пионерским галстуком пытается напугать волков. Спугались? Ну вообще-то могло бы сработать, наверное. Расчет именно то, что он столкнулся с женщинами-веровульфами из СС и пионерия их отпугнёт. Расчёт генеральный совет... Только... Только... Они не видят света. Стороже, которому самому бы советы не помешали. Не лезь, блядь. И звучал совет так. Стаю можно отпугнуть огнём. Так, ну да, я подумала, что раз светит, типа им в ебальнике, то они такие, нет света. Вообще волки боятся света. Они не подходят к людям. Вот. Аф. Аф. А вот ружьёт волков, не спасёт. Поэтому испугались они не пионерского галстука, а то, что Чук днём светил фонариком в тряпку красного цвета, тем самым создав огонь. Эх, был бы полезен с собой. Можно было бы сделать фаербол. Чё, волчаром? Ауф. Вааа. На тряпичный огонёк заглядывает медведь, не одетый в красное, поэтому он становится жертвой волков. И жестокость крупных планов сглаживают лишь планы общие, где видно сраного агрессивного аниматора из Питера. Ааа. Это реально? Я не думаю, что это волки. Это волка-собаки. Медведь разматывает волчар, оборачивается и такой, о, малолетний дебил. И этот статус не подтверждается, потому что вместо дроби в рыло, медведю в рыло отправляется снежок. Ну иначе будет слишком жестоко, понимаете, для этого фильма. До этого всё было нормально. На самом деле эти детки валяются дома на полу в пене. Не поможет в этой жизни идеально. Благо, мать рядом получала заказ в онлайн-магазине, и через секунду после выстрела оказывается на опушке, обладая оружием против медведя. Каким? Ааа. Так и знал. А вообще медведь боится громких звуков. Вообще странно. Что делает медведь зимой? Ещё я и этот активный такой, агрессивный. Они спать должны. Интересно, какую реакцию она ожидала? Станцуй, медведь. О, ебать здесь. Странно, что-то девах. Шатун. Он должен шататься, а не кусаться. Проходит шоу-голос, да? На самом деле батя пришёл, потому что случайно в тайге, в снегу, нашёл маленькую белую игрушку своей жены, которая была потеряна два дня назад в Буран, в абсолютно противоположном отблении... Магия, это же сказка. На другой стороне реки. Ну, это да. И естественно, людей, которые два дня ходили по тайге, мёрзли в воде, лежали на снегу и как минимум немного замёрзли. Отец со всей присущей ему теплотой обнимает, а потом... Блядь! 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 Всё, я не могу... Ебать, ты в тайминг попал. Хватит с меня его! Ау. Боял, супер? Ну, а после валяний в сугробах и игры в снежки, семья идёт встречать Новый Год прямо в проруби. Новый, Новый Год Все мечты исполнит Новый, Новый Год Потом превращается в Папича. Кто? Странно, но в тёплое помещение геологической станции, где в конкурсинге всё-таки осмеливается сказать правду. Ра. Получил телеграмму от Папы. Кушать хочу. Кушал её в петлю. Наверное, у тебя были очень серьёзные причины. Забыла поесть перед стримом. Порядки. К слову, в оригинале телеграмму тоже утратили. Правда, случайно. И дети не знали, что было в ней написано. На этом и строился весь сюжет с поездкой. В переосмыслении же герой осознанно врёт, просто потому что хочет. Я больше никогда тебе не буду врать. Я тебе верю, Гек. Спасибо, дура. Ну, а Чук вешает на ёлку найденный во сне камень. И оказывается, что это именно то, что искали геологи. И ехать на Дальний Восток уже не надо. Ведь, чтобы добыть эту породу, достаточно просто... Да, это камень из той пещеры, где спал Гек. В итоге, от радости, батя пытается попасть салютом в соседский балкон, но тайга мешает, звучат куранты и... Если произведение Гайдара заканчивалось мотивирующей, поздравительной речью... Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю. То в переосмыслении... Это всё? Это всё? А это самый последний. Этот звон перед Новым Годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда. Тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова. Что? Кто все эти люди? Это мне покушать. Спасибо. Что такое? Ты смотри мне, не сдохни. Вот. Вот тогда все люди встали и поздравили. Ты чё? Ты чё меня скримак кинул? За что? Что я тебе плохого зря? Я сначала подумать, что ты сама это придумываешь. Ну, я, конечно, фантазёрка, но не настолько. Поздравить и поневу, земля. Ты умеешь хранить тайны? Я внебрачный сын тайской шлюхи. Да, и игрушки на самом деле настоящие. Если ты в них веришь, то ты тоже с ней. Ага. Ради своих хотелок врать, конечно, плохо, но по итогу тебе скажут спасибо. Дети, спасибо вам. И, в общем-то, хэппи-нир. Ну, что с вами не так? Ведь актёры в фильме хорошие, декораторы таланты, визуал достойный, а бюджеты приличные. Но, что это? Что это такое? Что это, сука? Что это? Ааа, да не бей. Птица написано, что это развитие сюжета. Развитие сюжета Гайдара или скалолаза со схваткой. Или развивали фильм «Кокаиновый медведь». А может, это вообще адаптация выжившего на русский манер? Я люблю такие фильмы. Сама завязка идиотская. Развитие истории бредовое. Концовка неадекватная. Фильм-референс «Хроники Нарни». Да, мне было страшно. И кто-то скажет, да ладно тебе, дети проблем не заметят. Дети ведь дегенераты. Вообще «Хроники Нарни» тоже жутковатый фильм. По крайней мере, когда я его детство смотрела, я потом больше не могла его смотреть. Мне было как-то противно. Дегенераты те, кто думают, что дети дегенераты. Те, кто думают, что создавая для детей, не надо париться. Ведь дети не придадут значения происходящему бреду. Может, для кого-то это будет шоком, но правила для детских фильмов, мультфильмов, сказок такие же, как и для массового кино. Да господи, как и для эстетского кино, которое пропагандирует экстремизм. Но это, так сказать, возбуждает, да? Сначала обрисовываются определенные рамки, и в дальнейшем происходящее согласуется с заданными правилами. И неважно, правило магии это, или правило выживания в диких условиях, суперспособности персонажа, или отличительные качества натуры. Если ограничений нет, все происходит потому что, а персонаж всесилен, то он Доминик Торетто, который... Потому что потому. Хорошо, хоть Лабирит Фавна в детстве не смотрела. Давайте как-нибудь посмотрим. Я ни разу не смотрела. Вообще ни разу. Больше всего любит Новый год. Ведь этот праздник встречают в кругу. И семьи за это проголосовали рублем. Ведь альтернативы не было. И вместо обещанного получили деградацию. Не надо, дядя. Спасибо. Я в детстве смотрела Обители зла. Обители зла. Резинтевилл. Я смотрела кадры оттуда. Но я ничего не помню. Ну что-то на фоне шло, знаете. И я все, пацана. Обзор на Новый год получил бан от Ютьюба за античеловечные кадры фильма. Блядь, это просто... Это вся жизнь. Это душа. Это то, с чем я просыпаюсь и засыпаю гребаные пять лет подряд. И это обидно. Ведь оригинальное произведение мало того, что дарит ощущение зимнего праздника, так еще и без всяких там новых развитий. По-человечески, по-доброму работает. В отличие от сценариста, который, видимо, упал с крыши, головой об лед и замерзающий мозг выдал весь этот бред. Ну а вот игрушка, это хозяйка Медной горы. Блин, мне вот обидно за людей, которые занимались съемкой, актеры, которые нормально играли, люди, которые все это оформляли, вот всей этой хуйней занимались, рисовали эффекты, блядь. И один какой-то ебнутый сценарист, блядь, все заруинил. Да, пожалуй, он в пизду. Может, его заменить на кого-нибудь получше? Мне кажется, какой-нибудь новичок-сценарист с тобой бы лучше справился. А пить озляя я бы еще пересмотрела. Можем посмотреть? Я его ни разу тоже не видела. Синий заяц барабанит, волки напали, кристалл, утопленник. Это новогодний праздник. Хотя, может быть, в этом действительно есть что-то новогоднее. Ну, вот так всегда денежки у самых тупых, а приходится крутым художникам-музыкантам на него работать. Увы. Ему очень понравилось быть под водой. Ня. Надо сделать 10-часовой ролик плямканье норы. Что? Зачем? Так выглядит микрофон не норы, по мнению хейтеров. Да. Я ем. Я ем этот... картошечку. Ребята, запишите домашнее задание. Если из жопы давит 12 атмосфер, слушайте. То сколько это будет децибел? Кто-нибудь... Кто-нибудь ответил на этот вопрос? Интересно. Приятного. Спасибо.